Убийца таджикской девочки пытается избежать наказания. Из-за ОМОН требуйте свои права. Узбекистан. Реид против бороды в Ташкенте. Убийца таджикской девочки Хувайды всячески пытается избежать наказания. Так адвокат подсудимого Александра Семина Елена Самохина на последнем заседании суда попросила судью больше не пускать на заседание отца убитой, потому что он якобы не является ее биологическим отцом. Об этом сообщил издание Азия Плюс отец убитой Хувайдо Теллазада Абдусалом Саидов. И его дочери не было бы. Как не связано? Как это так? Поэтому тут, конечно, нас это крайне возмутило. Аналогичного мнения придерживается и адвокат потерпевшей стороны Дагир Хасавов. Я полагаю, это может быть большая игра его тети и ставлю под сомнение его невменяемость. У меня есть достоверная информация, что он здоров, у него хороший аппетит, он периодически выходит на прогулку и государство Плюс ко всему пытается его лечить, заявил Хасавов. Напомним, пятилетняя Хувайдо была похищена 22 июля 2018 года в подмосковном Серпухове, прямо во дворе дома, где проживала ее семья. Изродованное тело Хувайды обнаружили 23 июля 2018 года, недалеко от заводской железнодорожной ветки. Судмедэкспертиза показала, что девочка была изнасилована, после чего зарезана. По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина, проживающего по соседству с семьей убитой девочки. Во-первых, мы обжалуем данное решение в Мосгорсуде. Сейчас я запрошу протокол судебного заседания, посмотрим, в какой части соответствует ли. По мнению известного таджикского правозащитника Иззата ОМОНа, Эмамали Рахмон за время своего пребывания у власти создал настоящий авторитарный режим, вследствие чего ущемление прав жителей страны превратилось в обычное явление. После 30 лет правления Рахмона, вы сами видите ситуацию с правами человека в стране, ни одного независимого издания в Таджикистане нет. Все журналисты более-менее авторитетные находятся в Европе, в других странах, потому что их жизнь не угрожает. Даже к ним домой приходят до сих пор. Этим журналистам домой приходят и угрожают. Также правозащитник призвал население Таджикистана не проявлять безразличия к происходящему в стране. Я бы хотел, чтобы народ очнулся, народ понял, понимал, что на самом деле происходит. И самое главное, научиться требовать свои права. Везде они ущемляются, но почему-то наш народ боится, не говорит правду, не требует свои права. Вот поэтому и мы в таком положении находимся. Вот этого я бы посоветовал народу, гражданам, которые находятся в стране. В Ташкенте 23 августа на рынке электроники «Малека» сотрудники правоохранительных органов провели рейд против мужчин с бородой. В результате проведенного рейда были задержаны и доставлены в отдел милиции десятки бородатых местных жителей. В здании милиции всем задержанным избрили бороды, после чего всех отпустили. Об этом сообщил один из пользователей Facebook Джамалиддин Мухаммад. «Когда я вышел из рынка «Малека», непредставившиеся сотрудники милиции в форуме задержали меня и увезли в четвертый ГОМ. При входе в отдел я увидел длинную очередь, в которой стояли исключительно мужчины и парни с бородой. Я сразу понял, что речь пойдет о бороде. Внутри тоже была очередь. Там записывали данные задержанных и фотографировали их. Меня тоже сфотографировали. В следующем кабинете с нами беседовали. Там мне заявили, что я обязан сбрить свою бороду. Естественно, я не согласился. Затем отказавшийся представиться сотрудник заявил мне, что меня не отпустят, если я не сбрию бороду. Тогда я сказал ему, покажите мне закон, в котором написано запрете ношения бороды. Тогда я безукоснительно подчинюсь вашим требованиям. Но они не показали мне никакого закона или документа, в которых четко прописан запрет на ношение бороды. Написал Джамалид Дин у себя на странице в Facebook 23 августа. Напомним, что во времена правления предыдущего президента Каримова в Узбекистане существовал запрет на исламское женское одеяние, посещение мечети детьми, отпускание бороды мужчинами и прочие исламские атрибуты. Аналитики отмечают, что, несмотря на объявленные Мерзияевым реформы в религиозной сфере, ситуация после непродолжительного смягчения возвращается к исходному положению, что в очередной раз указывает на популистский характер проводимых реформ. Примечательно также и то, что насильственное обритье бород с соблюдающим религию мужчинам практикуется не только в Узбекистане. В течение последних пяти лет наблюдатели в Таджикистане периодически фиксируют аналогичные рейды против бороды. Субтитры создавал DimaTorzok